Приветствую вас на канале Валекса. И сегодня мы на такой замечательной колоде Тара Теней Дикого Леса посмотрим, что хотят передать вам предки, духи предков вашего рода. Итак, если вам это видео попалось, это не случайно, значит эта информация вам нужна. И нужна именно тогда, когда она попалась. Что хотят вам передать, духи предков вашего рода, что хотят передать вам, духи предков вашего рода сейчас. Оживи в мире. И главное, а здесь видите, женщина нарисована на фоне луны, и главное, будь в мире само собой, если меня смотрят девочки, если смотрят мальчики, значит будь в мире с женщинами. Дело в том, что женская энергия самая главная во вселенной, потому что это энергия любви. Ну, давайте так скажем, почти самая главная. Вообще, самая главная энергия в мире это энергия любви. Итак, будь в мире с собой, если вы мужчина, то люби женщин, не обижай их, либо иди на примирение с той женщиной, мальчики, смотрите, либо иди на примирение с той женщиной, у которой у тебя сейчас что-то не очень хорошо. И не забывай уединяться. Дело в том, что по карте отшельник, смотрите, вторая карта из старшерка, дело в том, что по карте отшельник уединение, рекомендуемое вам духами предков, говорит о том, что когда человек находится в уединении, он может позволить себе обрести энергию и набраться ресурса. Только наедине с собой, только абстрагировавшись от всего мира, от информации, от тех потоков информации, которые льются на нас, с интернета, с экранов телевизора, из радио, изо всех утюгов, только уединившись, побыв наедине с собой, мы можем разобраться в себе. А дело в том, что когда мы в себе разбираемся, мы качественно меняем свою жизнь. Человек устроен так, что он слишком реагирует на всё внешнее и слишком в кубе забывает про всё внутреннее. Но поверьте, то, что внутри, гораздо важнее, чем то, что внешне. Именно об этом эта карта через послание. Следующая карта, звезда, ещё один старший аркан, как круто, все желания будут исполняться. Но, но, при условии, когда ты найдёшь в себе примирение с самим собой, тут, кстати, может проигрываться у кого-то чувство вины, его обязательно нужно доставать, подсознание перепрошивать, выискивайте, какое у вас чувство вины есть. Через медитацию это можно сделать и ставь конкретные цели, ставь себе конкретные цели, которые обязательно сбудутся. Здесь прямо тебе с гарантией говорят предки, что цели сбудутся. Смотрите, одни старшие арканы, колесо фортуны, двигайся вперёд. Дело в том, что люди, которые находятся в застое, которые не развиваются, которые ни к чему не стремятся и не ставят цели, они начинают болеть. Ну, в болоте тоже, знаете ли, много кого живёт, но совсем не факт, что хорошо живёт. Поэтому здесь не разговариваю о том, что нужно быть активным, нужно двигаться, нужно стремиться выполнять поставленные свои задачи. И по девятке пентаклей обретай собственную значимость, собственную ценность, как в своих глазах, так и в глазах других людей. Смотрите, какие шикарные карты. Я, наверное, на этом закрою расклад, потому что, ну, просто мне не хочется ничем его портить. По карте луна не живи иллюзиями. Выходи через отшельничество, через познание себя к новым целям. Будь активным или активна. Узнавай свою значимость в этом мире, потому что каждый человек ценен, потому что он является частью целого. К примеру, нельзя сказать, какой орган у человека важнее и нужнее. Нельзя сказать, что сердце самый главный орган, хотя оно, так скажем, мотор человека. Но если не будет головы, то и жизни тоже не будет. Поэтому каждый человек, я к чему иду, что каждый человек является такой же важной составляющей этой вселенной. В каждом человеке есть вселенная. Каждый человек является частью этого целого. Познайте это. Не распыляйтесь на внешнее. Обращайте внимание внутрь себя. И все у вас будет получаться. Об этом хотят вам передать предки.